Музыка Человек-любой проходит определенные стадии своего развития. И вот одна из стадий, когда, не помню, по-моему, у Канта я прочитал, что такое просвещение, это когда человек, по сути, выходит из своего несовершеннолетия, когда он уже может пользоваться своим рассудком, своим умом без помощи третьих лиц или людей, которые ему в этом помогают. Там уже срабатывает эго, у тебя начинаются процессы, при котором ты хочешь чего-то достичь, ищешь ответы на эти вопросы. И вот в тот период, когда вот это эго уходит, ты понимаешь, что картинку видишь сразу, и все эти доты ты можешь непоследовательно соединять, а ты абсолютно четко видишь всю картинку с тем вопросом, с которым тебе пришли, ты понимаешь, где кроется вот эта истина, и проходит эго, и ты снова возвращаешься в свое детство. То есть ты снова любопытен, у тебя возникает это детское любопытство, и ты хочешь отдавать. Вот тогда это, наверное, является вот той стадией достижения. Не все до него доходят, понятно, но если ты дошел, ты уже можешь считаться мудрецом. Способность пользоваться своим разумом, способность удивляться, и способность видеть всю эту картинку целиком. И могу сказать, что вот за мудрость не платят. Потому что к мудрым людям приходят и говорят, дай совет. Он дает этот совет, а этот совет дорого стоит. И в древние времена тоже всегда в любом племени был некто, к которому ходили с подношениями и задавали ему вопросы фасовские. Основные три вопроса – это мы кто, куда мы идем и с кем мы идем. Поэтому у каждого мудреца есть свой ответ на эти вопросы. Я уверен, что человек в одиночку не может ничего достигнуть. Тогда ты должен стать отшельником. И, может быть, тогда ты соединишься с природой и будешь в тандеме с природой. Но любой успех, если его разложить, мы видим одного человека, потому что он распиарен, его знают. Но за каждым таким человеком есть кто-то второй, может быть, не один тандем. У него может быть тандем с супругой или с мужем. У него может быть тандем со своим близким другом, не обязательно на месте работы. Но при этом несколько тандемов, которые есть у человека, там возникает созидательная энергия. Там общая мечта. Там внутри этой капсулы есть химия, внутри этой капсулы есть индульгенция. Потому что именно там тебе можно все и пошалить, и сделать ошибки, и не бояться. И именно вот в этих тандемах возникает вот эта энергия, которая позволяет уже дальше творить чудеса. Что же касается лидерства, лидерство, по сути, так вошло в жизнь людей, бизнес-школ, курсов по обучению, что ты-ты-ты-ты-ты, что мы забыли о том, что мы парни. И мы сейчас видим три вида разрыва, такие человеческие громадные разрывы. Это разрыв между человеком и природой, разрыв между человеком и человеком, и разрыв человеком самим собой. Если мы не научимся видеть вокруг себя свои тандемы, то, наверное, нарциссизм, который накрывает наш мир, заведет нас куда-то не туда. Мы хотим ввести новое определение. Тандем – это там, где у вас есть общая мечта, там, где есть вот эта созидательная энергия, там, где вы вместе творите чудеса и достигаете того успеха, который вам нужен. А в одиночку этого не сделать. Тандем – это качество партнерства. Это элементарная единица большого партнерства. То есть мы не научимся разговаривать и творить друг с другом со своим новым словом «тандеми» – не друг, не партнер, а «тандеми». Вот если мы не научимся это делать, мы не сможем создавать уже большие партнерства. Первое, наверное, в тандеме – это общий интерес, общая мечта, общее мировоззрение. Когда мы на уровне химии друг друга чувствуем, нам настолько интересно, что мы можем созваниваться по сто раз в день, потому что каждый из нас приносит велю нашему детищу. Это как мы опылили, зародили ребенка и дальше начинаем его взращивать. Там кроется энергия, энергия в отношениях, энергия вот в этом интересе, который есть друг к другу, когда мы обогащаем друг друга. И, в принципе, если говорить о мотивации, в нашем мире мотивация, интерес или интересная работа является основной мотивацией. Вторая часть – это то, что там именно в тандеме ты получаешь свое первое признание. То есть это такое глубокое внутреннее признание, когда ты получаешь его от своего тандеми. И это вторая часть мотивации, самая основная. Недавно мои друзья давали интервью, и я услышал, мне понравилась эта фраза, что люди 21 века учат учителя 20 века методами 19 века. И, наверное, когда мы говорим об образовании, то есть там тоже надо многое делить, потому что есть там профессиональное образование, есть профессии, которые будут возникать, и, наверное, в каждой этой профессии будет оттачиваться определенный навык, который будет делаться с помощью учителей, которые, скорее всего, будут выступать больше в роли наставников. А если же мы говорим о просвещении, то есть где мы просвещаем, где те изменения, которые там должны произойти, где-то свобода знаний, которые должны быть, вот тут, скорее всего, мы не сможем это сделать только в классе и у доски. Потому что если мы хотим получить мыслящее существо, мыслящее свободно, мы не сможем этого добиться, если у нас не будет создана некая мицелия, чем мы и занимаемся, мицелия мудрецов, где у этой грибницы люди обмениваются смыслами, а не товарами и деньгами. И вот в этой мицелии, где будут вырастать определенные грибы, просто находясь рядом с мудрецами или в некой эко-феме этих мудрецов, ты будешь получать просвещение, просто находясь рядом с ними, слушая их, общаясь с ними. И неспроста, когда мы говорим там, ну окей, существует Силиконовая долина, куда все едут за деньгами, куда все едут за какими-то идеями, за партнерством, и там что-то процветает. Но там находится Стэнфорд, там в воздухе находится то, что называется просвещение. И вот такие хабы вот этого просвещения, такие какие-то университеты, новые волны, где люди делают то, что им интересно, вот эти мудрецы, и рядом с ними находятся ученики. Слово ученик немножко тоже должно претерпеть изменения, потому что когда мы говорим ученик, мы сразу понимаем человека в классе. Нет, ученик это тот человек, за которого мудрец взял ответственность, и он его ведет до его совершеннолетия, и в какой-то момент уже отпускает. Наверное, самое основное, чему мы еще должны учить, это компетенция родительства. Потому что родители являются первыми учителями, которым сталкивается ребенок. Если родители не понимают, как они могут навредить ребенку, какие запреты детские могут своим поведением или своим, в кавычках, воспитанием, какие сценарии могут вбить в голову ребенка, и потом он будет от них долго избавляться, если избавиться, то образование именно в этой сфере тоже очень важно. В этом же стиле должны существовать новые образовательные системы, когда у тебя есть концентрация мудрости, и ты приезжаешь туда за этой мудростью. Потому что часто люди теряют смысл жизни, им нужно куда-то поехать, чтобы приобрести новый смысл жизни. Сейчас мы стали дольше жить, и, наверное, каждый из нас хочет посмотреть, чем же это все закончится, поэтому мы дольше живем. И вот этих кризисов среднего возраста будет много, они могут называться по-другому, но это кризис потери смыслов. То есть, когда жизнь наполнена смыслом, у тебя все интересно, все двигается. Как только смысл потерян, люди начинают ехать куда-то, делать ауяску, или в Индию, или к тибетским монахам. А куда мне приехать, чтобы получить эти новые смыслы с точки зрения про освещения и образования? Где вот эти точки сбора? Если мы говорим об изменениях, ну, наверное, вот мы потеряли немножко во всех этих историях мудрецов. Их мало. Иногда они сидят в своих коробочках и чем-то занимаются, их надо просто вот из этих щелей вытаскивать, подсвечивать, сделать так, чтобы рядом с ним было много-много учеников. И это система, которую надо придумать. И это не обязательно четыре стены, внутри которой есть классная комната. Это может быть целый город или целая страна мудрецов. И это такая мечта создать целую страну, куда можно приехать и получить смысл жизни. Школа, в первую очередь, это еще раз, это не стена. Первое, первое, надо эту школу создать в своей голове, а потом уже, если понадобится, строить здание или кампус. А можно и не строить, потому что, может быть, это будет виртуальная школа. Но должен быть спрос. Спрос на новую профессию или спрос на новое направление. И должны быть люди, которые умеют создавать вот эти образовательные продукты и умеют наполнять их определенным смыслом. Исследовательская часть должна быть в школе. И профессора, которые там есть, они бывают двух видов, в которых есть глубина, но они плохо выступают. Есть те, которые прекрасные артисты, но глубины не так много. И вот, чтобы создать школу, нужны продюсеры. И в школе главный человек – это продюсер. Это продюсер образовательных программ. Это человек, который создает вот этот фильм, который вы идете смотреть. Он подбирает сценаристов, он подбирает актеров, он подбирает, делает исследования. Он соединяет все эти части. И как только вы поймете, что не учителя главные, а именно продюсер, у вас получится хорошая школа. По этой модели двигается, допустим, несколько школ, которые я знаю. Включаю школу филантропии, фонда «Друзья» или «Сколково», где есть продюсеры вот этих образовательных программ. И они становятся именно такими лидерами, которые постоянно копают, постоянно ищут новых профессоров. Им интересно запускать новые продукты, новые процессы. При этом еще создают вот эту атмосферу в школе. Даже создание исследовательского центра – это тоже продюсерский продукт. Создание клуба выпускников – это тоже продюсерский продукт. И вот эти продюсеры в образовании – это, ну, давайте считать, это профессией будущего. Вот про разрывы я сказал. Наверное, вот работать с этими разрывами – такая миссия же не может быть достижима, потому что тогда это цель. А три разрыва – это вот разрыв нас с природой, разрыв человека с человеком, разрыв нас с самими собой. Как уменьшать эти разрывы, потому что мы, в принципе, достигли эры антропоцены, то есть можем уничтожить эту планету, и тогда вообще все потеряет смысл. Как сделать так, чтобы мы не потеряли бы нашу планету, самих себя и своих близких. Делать мир мудрее. Быть сенсмейкером – быть частью вот этой мицелии, которую мы создаем, это часть вот этой грибницы. Это возможность обмениваться смыслами, давать свои смыслы, придумывать что-то новое, мудреть. Тем больше мудрости будет в этом мире, наверное, тем меньше глупостей мы будем совершать. Не помню, кто говорил, но те, кто создают школы, они закрывают тюрьмы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!